Приветствую вас. Да, вы действительно описываете тревожность. Это правда. Дело в том, что у тревожности есть одна черта, характеристика, если угодно. Представляет в себе она, это чертая характеристика или характеристика. Примерно следующее, это недоверие своим чувствам, своим оценкам, своим представлениям, своим позициям, своим точкам зрения, своим решениям, своим выборам, своему поведению, ну и прочее, прочее, прочее. Продолжать можно в целом достаточно долго данный список. И естественно при таком раскладе и при таком подходе человеку крайне трудно и тяжело для себя быть достаточно спокойным, быть достаточно уверенным и так далее. Но ведь получается так, что вы постоянно себя подвергаете сомнению и постоянно ставите под сомнение то, что делаете, то, как поступаете, например, и так далее. и по-другому быть, то есть чтобы стригодность отсутствовала, в этой ситуации невозможно. Невозможно именно потому, что вы ставите совершенно, практически, под абсолютное сомнение то, что вы сами из себя представляете. А если это так, если вы ставите себя под сомнение то, тревожность не заставит себя долго ждать. Вот. Поэтому здесь вот такой момент. Конечно, существует и другая проблема. Проблема страхов и неотграничивания себя у других людей. То есть невозможность самостоятельно, ну, условно говоря, отвечать за свои действия, за свои поступки и так далее. Так вот, вы в какой-то степени боитесь остаться один, и остаться один вы боитесь. На мой взгляд, совершенно не случайно, потому что, возможно, вы и правда не будете знать, как вам себя вести, и что вам делать в случае, если вы будете один. Я вам верю, это действительно страшно, но это страшно только пока вы не доверяете себе. Когда и если вы себе доверять начнете, когда и если вы будете на себя полагаться, то ситуация очень быстро нормализуется. Станет гораздо для вас удобнее, гораздо для вас комфортнее, гораздо для вас приятнее. Так вот. Здесь и самооценка играет большую роль. Здесь большая роль играет то, что вы обесцениваете себя, ну, склонны к обесцениванию себя. Здесь большая роль играет, а то, какого вы, например, о себе мнению, то есть, что вы думаете о себе. Вот. Ну, и страх одиночества, конечно. А также, я полагаю, проблемы своей собственной реализации. То есть, проблемы наполнения своей жизни. Проблемы наполнения своей жизни именно теми вещами, которые вам действительно интересны и действительно важны. Сейчас этого вы не делаете. Ну, то есть, вы никак не реализовываетесь самостоятельно. Если вы не реализовываетесь, то практически всегда будут проблемы. То есть, потому что у людей будет, так вот, так сказать, так скажем, возможность на вас, или на вас, или у людей будет возможность вам что-то говорить. Ну, управлять вами, может быть, будет, не сказать, не совсем правильно, направлять вас, как-то, может быть, манипулировать вами. Ну, в любом случае, остатчико делает вас не свободным, не свободным. Вот. Ну, не потому что люди такие плохие или, кто-то в этом роде, а просто потому что... Вы даёте им повод, вы даёте возможность так себя с вами вывести, даже если вы мне ещё этого не хотите. Поэтому предполагается, что работа с машинкой, с уверенностью в себе, работа с эмоциональным интеллектом вам поможет. Но это психотерапия и это определённый процесс, что этот результат здесь будет к сожалению не быстрым. В принципе быть быстрым и недолго в данном случае, потому что мы говорим о проборке вашей личности. Сейчас вы зависимы, как можете догадаться вы зависимы от своих родителей, да вы конкретно не полагаетесь на себя. Вот конкретно. И вы, у вас есть страх. Вот плюс, я так подозреваю, хотя в этом не уверен, но есть у меня такие подозрения, что есть у вас всё и навязчивые мысли. Вот механизмы навязчивые, почему я говорю про механизмы навязчивые, потому что они очень часто бывают. Бывают, вот, ну, ну, ситуации, которые вы описываете, очень часто не бывают. Ну вот, очень часто, очень часто происходит такая история. Механизмы навязчивые здесь, то есть это предстоит навязчивые методы, которых вы не можете, любое, да, они можете предподуматься о чём-то. Это вопрос ваших, 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 ваших потребностей, того, что вам хочется, того, что вам нужно, вот, того, что вы нуждаете. Вот. И, соответственно, идея здесь в том, чтобы помочь вам с этими моментами, данные аспекта скорректировать, вот, и чтобы вы могли жить полноценный фильм, вот. Я полагаю, примерно, такой ответ можно вам дать, если вот мы отвечаем вам на вопрос. На этом всё. В принципе, я надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что выйдут в себя, эм, какие-то, эм, вещи, эм, увеличите, из того, что я сказал. Вот. Если будет желание, обращайтесь за консультацией к любому из психологов. Мы будем рады вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку качества лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом. Продолжение следует... Продолжение следует...